Юлия боится показать свое лицо и называть настоящее имя. Стыдно рассказывать, признается женщина, что попалась на удочку мошенников. Осенью она поменяла прибор электронного учета. Сделать это ее убедили сотрудники, якобы местной энергосбытовой компании. Под предлогом, что ее счетчик устарел, и сейчас его можно поменять с большой скидкой. О том, что это обман, Юлия узнала только через месяц, когда ей позвонили из настоящей сбытовой компании. Позвонили мне и сказали, что вам нужно зарегистрировать счетчик. А я говорю, как, он у меня уже все запломбирован и зарегистрирован. Но они сказали, нам надо, чтобы мы сделали эту пломбу, поставили свою. После этого я стала звонить в энергосбыт в Иркутск. В Иркутске мне сказали, что мой счетчик надо было менять только в 29-м году. Ангарчанке Марине тоже предложили поменять прибор домового учета по акции. Но женщина отказалась. Рассказывает, возникло слишком много сомнений. Я задумалась. В общем-то, выгодной оказалась мне акция. Потом молодые люди показали мне свои удостоверения. Опять смотрю, что-то вроде как-то не так. В них не было печати в этих удостоверениях. Заявление Марина все же написала. Оказалось, она не единственная, кому предлагались подобные услуги. У следователей в производстве несколько подобных дел. Каждый из пострадавших попался на удочку мошенников. Так как никто из них не знал, что замену приборов учета на их современную версию проводят бесплатно. С 1 июля прошлого 2020 года обязанности установки учетного оборудования, то есть счетчиков, возложены на поставщика электроэнергии. Поэтому мы сразу рекомендуем нашим гражданам отвергать все подобные «заманчивые» предложения коммерческие, которые поступают от неустановленных лиц. Эту информацию подтвердили и в местном отделении энергосбытовой компании. Траты на переоборудование ресурсоснабжающая компания берет на себя. Это прописано в законе. Заплатить за установку счетчика придется только в том случае, если пользователю потребуется срочная замена, и он откажется ждать ее в плановом порядке. Иркутский энергосбыт принимает заявки на установку индивидуальных приборов учета. То есть потребитель, если его прибор учета снят с расчетов по причине неисправности, либо окончании срока поверки, и нет возможности поверить данный прибор учета, может подать заявку на сайте компании Иркутский энергосбыт, либо через мобильное приложение, а также обратившись в контактный центр компании, либо непосредственно в офис компании. Раньше все электросчетчики были индукционными. Они служили 30 лет при условии регулярной повертии раз в 10 лет. На замену им приходят современные приборы учета. В перспективе устаревшие модели заменят на интеллектуальные, которые будут сами передавать показания. Процесс замены счетчиков будет поэтапным. Пока он рассчитан до 2023 года. В случае несвоевременной замены прибора вина будет на ресурсоснабжающей организации.